Свести до минимума так называемой коррупционной лазейки в нормативных документах различного уровня. Именно этому вопросу было посвящено заседание областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции. В ее состав, помимо представителей регионального правительства, вошли работники прокуратуры и юристы. Специалисты проанализировали принятые на региональном и местном уровнях нормативно-правовые акты на предмет коррупционной составляющей. Всего было исследовано более 5000 документов. В зоне риска оказались многие из них. Широта дистриционных полномочий, то есть отсутствие или неопределенность сроков условий основания принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти. В 2013 году 6 актов, в 2014 году 27 актов с таким корр фактором. Большое количество коррупционных лазейек специалисты находят в нормативных актах, связанных с предоставлением субсидий, грантов, проведением конкурсных процедур. Чаще всего в документах просто-напросто отсутствует срок выполнения принятого решения, и дожидаться его реализации можно бесконечно долго. По словам представителей прокуратуры, в каждом десятом документе, который разрабатывают и принимают муниципалитеты, есть коррупционные факторы. К примеру, администрация черкесского сельского поселения в текущем году, выходя за пределы представленной компетенции, торгаясь в правоотношениях, регулируемые органами федеральной исполнительной власти, издала постановление, в котором, наряду с прочим, регламентировала вопросы признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания. Защита прав и свобод граждан, градостроительство, землепользование. Нормативно-правовые документы затрагивают все сферы жизни населения. А значит, за работой чиновников должен быть установлен особый контроль, считают в областном правительстве. Нормативно-правовые акты – это наша с вами чистота и прозрачность наших с вами работ. Качество некоторых документов не только с точки зрения юридической, но и с точки зрения грамматической желают лучшего. Сегодняшнее наше заседание комиссии – это будет отправной точкой по качеству наших документов. И спрашивать будем по всей строгости. Участники совещания предложили устранять коррупционные факторы в самые сжатые сроки, а также проводить регулярные проверки принимаемых на местах документов. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.